Давай я объясню, бро, кое-что важное о продакшене. Все, что касается плейсментов, не приносит особых денег, бро. Многие тешат себя иллюзиями по поводу индустрии музыки, но серьезные деньги на битах не зарабатываются. Хочу, чтобы все это осознали. Многие уже с этим столкнулись, правильно? В жизни нет плохих путей. Мыслите шире. Вирджил облаговорил, не ограничивай себя, занимайся всем, всем, на что хватает сил. Золото, а не слова. Правда, не блестит. Став продюсером, технически войдя в игру, поймите правильно. Ты едва выживаешь, делая биты, до тех пор, пока ты не самый топ. Могу ли я рассчитывать только на доход с плейсментов? У меня на подходе 30 битов в ожидании чуда. Надо как-то жить, что-то кушать, каждый день сидеть ждать, что взорвет. Месяцами, может годами. А многие сидят и ждут, вместо того, чтобы взять забит на это и попробовать еще что-то. Меня всегда восхищали люди типа Кэтра Нада, Мэтра Бумен. Чуваки заработали себе имя, а потом пошли в своем направлении, начали делать по-своему, пошли концерты и так далее. Вот где уже настоящие деньги. Я не слышал, чтобы продюсер... Вернее, очень немногие из нас хорошо зарабатывают. Буду предельно честен. По факту. Без шуток, реально большие деньги, такие, о которых все мечтают, регулярные. Я сейчас про хип-хоп, рэп, с которым сам работаю. Тут совершенно не те суммы, поверьте, наконец, особых денег в рэпе нет. У продюсеров настоящих, серьезных денег, не просто чтобы выжить. Брой, я сейчас не про каких-то бедолаг и панталык. Я знаю реальных продюсеров с плейсментами от Дрейка. У них по-прежнему нет своих студий, квартир и так далее. Да, сами виноваты, возможно, неправильно распределились с деньгами. Кто на что гораст, когда вдруг появляются деньги. Но это далеко не космические суммы. Нужен еще какой-то источник дохода. 60 тысяч в год — реальный доход от плейсментов? Конечно, Майк Мартин. Можно и миллион, даже миллионы в год с плейсментов. Дело не в суммах, а в том, что таких людей, настолько активно продающих биты и зарабатывающих миллионы с плейсментов, мне кажется, меньше, чем 1%. Большинство хитовых битов — это копейки для битмейкера. И никто с этим ничего не поделает. Говорю, как есть. Большинство хитов, которые на слуху, за редким исключением типа Дрейка, все это полностью собственность лейблов. Отсюда и все склоки типа скандалов с хит-боем насчет мастер-записей. Их собственная музыка им не принадлежит. И если песня стреляет, то тебя это мало касается. Ты уже получил деньги. И сейчас лейбл владеет всеми правами и поднимает на песни столько, сколько хочет. К примеру, получаю я аванс в 5 тысяч за бит. Песня стреляет. Да, меня ждут еще роялтис, но роялтис — это такое. А деньги — настоящий доход, который получают лейблы? Порядком миллиона. Повсеместные явления в отношении хитов. Продюсер получает с этого пару сотен роялтис. Бывает, даже предоплата не особо радует. Точно, кто сколько получает, я не знаю. Но те, кто понтуется, на битах особо не зарабатывают. А вот серьезный заработок на музыке мне, например, принесло комьюнити, который я построил, продажи собственного драм-кита, релиз Colors, собственного трека, раскрученного в интервью Soul Action. Думаю, 70% дохода от музыки, трек Colors и Drum Kit выгоднее всего собственные релизы. Тут у меня самый жирный процент. Я это к тому, что все это моих рук дело целиком. Это не просто бит для Дрека или кого-то еще. Спасибо, что делишься такой практически секретной информацией. Да нет никаких секретов. Просто многие чуваки строят из себя владельцев хлебзаводов, а это понты. Надеюсь, вы поняли. Мне кажется, это неправильно, когда все друг другу врут о реальном положении своих дел. Выражение «притворяйся, пока не получится» никогда не понимал. К чему эти понты? Да, возможно, это полезно для психики самому себе представлять, к чему стремишься. Типа, я знаю, что я разбогатею. Ну так это только в моей голове. Мысли, что меня ждет успех. Наедине с собой это прикольно, а вот в жизни, в реальных делах, не надо притворяться, пока не получится. «Видите, у меня нет золотых часов, пока у моей мамы карьера получше моей. Понимаете? Семья, учеба, и никаких понтов на запястье. Да, мы тут не бедствуем, бро. Хорошо зарабатываем, но много всего нехорошего происходит, о чем я не хочу говорить в интернете. Были реальные проблемы, реальные некуда, просто здесь люди отдыхают, люди на дискорд-сервере ежедневно меня поддерживают. Лично человек 70, который пишет мне каждый день. У меня 100 тысяч подписчиков, и только 70 из них на связи каждый день. Как только я запускаю приложение, 70 чуваков напоминают мне, что я их любимый битмейкер, сообщениями каждый день. Каждую неделю они ждут моего шоу. Запустил в дискорде, они уже там. Дропнул песню, тут же слушают. Выпускаю драмкит, они мои первые покупатели. Самая лучшая поддержка. Понимаете, о чем я? Дорогие мне люди. Самое ценное, что есть, это комьюнити, свои люди. Скажу честно, у меня есть все, что мне нужно. То, в чем нет необходимости, идет лесом. Мне плевать. Лично у меня есть все, чего мне не хватало когда-то. Единственная причина, по которой я прогибаюсь, пытаюсь продать саундтрек какому-нибудь фильму, плейсменты, ради своих людей, вложить в них, в идею, развиваться, двигаться вместе. Единственная причина. Больше мне уже ничего не нужно. Шмотки, я ношу одну и ту же футболку по пару лет. И жизнь стала намного проще, поверьте. Не давайте себя обманывать показухой. Особенно в мире музыки, никто из них не делает деньги-деньги. Тот, кто зарабатывает серьезно, это очень маленький процент на самом деле. И мало кто знает их, они не кричат об этом. Я не к тому, что надо быть неизвестным, просто есть супер раскрученные имена, а есть чуваки типа Фрэнка Дюкса. И Фрэнк Дюкс поднимает больше всех этих хвастунов, чувак, который зарабатывает больше их всех, втихую. Можно поспрашивать народ на улице о том, кто такой Фрэнк Дюкс, и мало кто вам ответит. Но поверьте, он хорош. Фрэнк Дюкс